Спасибо, что вы с нами на влиянии. Будет прекрасный вечер, прекрасная встреча с Григорием Николаевичем Краснодемским. Приветствую, Григорий. Приветствую, приветствую. Юрий, привет всем, кто нас смотрит. Welcome back, я всегда говорю своим друзьям. Мы будем иметь интересную тему. Мы углубимся чуть позже в слово, что говорит слово о слове, о словах, которые мы применяем, которые мы проповедуем. Особенно это, друзья, возможно, будет поучительно для многих из проповедующих, несущих слово в церквах поместных. То есть мы заглавим, наверное, нашу тему лексикон, который мы используем в нашей речи и, в частности, даже в проповеди. А вначале, Григорий Николаевич, давай мы войдем в экскурс Ближнего Востока и чуть Украины, о чем мы молимся. Юрий, ну, мы же с тобой встретились первый раз в Новом году. Ты что, забыл? Точно, точно. Первый раз. С Новым годом, дорогой. Принимаю. Я тебя разве не поздравлял? Ну, конечно. Поздравлял по телефону только. По телефону. Спасибо. Также с Новым годом всех наших дорогих, которые смотрят нас. Благословение всем вам. Да, знаешь, Юрий, в прошлых эфирах, в прошлых передачах мы как-то более затрагивали ситуацию, которая в мире. Мало того, что Украина, Юрий, так плюс к тому всему еще и Израиль. Вспыхнул пожар. Вспыхнул пожар. Да. И как можно, как-то, ну, нельзя не вспомнить, потому что написано в Слове Божьем, молитесь за Израиль, молитесь за благополучие и мир в Израиле. И это и наша боль. Знаешь, а Пакистан? И так вот слушаешь это все. Ну, благо, благо, что многие понимают, что такое Хиросима и Нахасаки. Немножко это все утихло. А так неизвестно, чем бы оно продолжалось. Но хочу сказать, что мы молимся. Молимся за Украину, молимся за Израиль, чтобы туда мир пришел. Мы молимся Богу, и я думаю, что Бог – это единственный Бог, который может сделать больше, чем мы, люди, вообще. Он может сделать больше, чем любое современное оружие, как некоторые говорят, F-16 и другие F-ы. Он может сделать намного больше. И я хочу сказать, знаешь, Юрий, если мы думаем, чтобы закончилась война, если мы думаем, чтобы не умирали наши молодые парни с одной и с другой стороны, нам нужно обратиться к Богу. Это единственный вариант. Уже все понимают, что ситуация приходит в тупик, и только один Господь, Бог, может разрешить ее. Только один, единственный. Наш совет на колени и к Богу. Может, банально звучит, но это истина, Юрий. Мы пережили в нашей жизни, ну, не такие ситуации, но много разных других трудных ситуаций. И обращались к Богу, и Господь выходил навстречу. Господь выходил и давал выход из затруднительных таких ужасных, страшных ситуаций. Некто сказал много лет назад, говорит, остановите землю, я хочу сойти. То есть, оно штормит или хоралит? Зачем далеко ходить происходящее в Америке? Я даже не о предвыборных говорю, не о предвыборах говорю. Мы в период этого проходим. Но то же самое, то же самое. Ты знаешь, я имел близкий разговор с одним из моих друзей, новых. И я поделился с ним. Он говорит, ну, были там пророчества, были какие-то откровения, там слухи были о том, что 23-й принесет нападение этого восточного соседа от Украины, москови этой, на Америку. Даже такие откровения были. И это муссировалось везде, что может быть, вот слышали откровения и пророчества. Я говорю, я в это не верю. Я не верю. И, скорее всего, что социальный накапливаемый и накопившийся взрыв в Америке, социальный, межрасовый, междоусобный, между одной стороной и другой стороной, левых, правых, белых, красных, крайних, потом средних, всех. Вот социально оно прямо в воздухе, оно прямо в воздухе витает. Вот смотри, хотя мы не планировали это говорить, но когда мы с тобой в Америку ехали, мы шли длинным процессом. Ну да, конечно. Это все было легально, это все было легализовано через посольство. Нас проверяли, нас принимали. До чего дошла Америка сегодня, что нелегальные мигранты, которые попадают в аэропорт, попадают в аэропорт, они проходят беспрепятственно. Беспрепятственно они проходят. И предупредили, что вы можете сказать, если вы не хотите, чтобы вас фотографировали, говорите на ТСА, ТСА это пограничная служба в аэропортах, меня не фотографировать, и он не имеет права тебя фотографировать. То есть дошло до такого безумия, что рушатся вот эти фундаменты, основы государственности, порядка, устройства, всех законов, которые должны регулировать нормальное общество. Не делай это, не ходи туда, не нарушай это. Все разорвано, разрушено. И при таком мироустройстве государственном мы попали... Да, нас не трогают еще. Нас еще не трогают. Там мы живем в пригороде Сиатла, и там часто я слышу из уст проповедников, так нам хорошо здесь, так хорошо, вот нас пока не трогают. Это да, это правда. Но когда мы выходим в мир информации, информатики, когда мы выходим чуть-чуть, расширяем свой кругозор, у нас в Сиатле преступность зашкаливает. Не просто высокая преступность, прям сотни процентов в течение короткого... сотни, вот так вот идет, по восходящей. И поэтому земля шатается, Григорий Николаевич, как пьяный. Григорий, написано, тайна беззакония уже в действии. Но еще не открылась. Знаем. Смотри, тайна беззакония. Некоторые говорят так и иначе. Мое понятие, нужно упразднить закон. Беззакония. Упразднить закон и все. И так получилось. Несколько лет назад мы видели, как это упраздняется закон, как упраздняется в разных направлениях, в сферах, или в полиции, или на границе. Везде, везде, везде. Нужно упразднить закон. Закон говорит так и так и так. Все, как ты говоришь, мы ехали сюда, мы проходили, проходили, проходили. Много таких шагов, этапов, чтобы приехать сюда. Некоторые прямым сообщением проходят. И к тому всему мы понимаем, что сюда приходят или проезжают разные люди. Да. Сюда проезжают разные люди, которые будут только вредить. Мы уже видим в Европе, что делается. Мы видим, что делается в Европе. Это некоторые так называемые беженцы, которые убегают. Что они делают. Но я верю, Юрий, в одно. Что фундамент или основание этой страны, который был положен в самом начале, он есть прочным. Если туда доберутся и расколят это все. Но пока вот эти все бури, приходит тот и уходит, приходит другой, побыл и уходит. За время моего пребывания в Америке, я не знаю, пять или шесть президентов, я уже пережил. Они приходили и уходили. И еще будут приходить и уходить. Но основание есть нормальное, твердое. И этого основания до сих пор еще не может никто поколебать или расколоть. И я верю, что пока основание нормальное, то вот эти колебания, шатания будут. Но, слава Богу, мы защищены самим Господом. И плюс к этому наша молитва о благосостоянии города, этой страны, этого штата, в которой мы живем. Мы с женой, когда идем ко сну вечером, мы всегда молимся, стараемся не пропустить с тем, чтобы молиться за город, за штат, за страну, за народ, особенно за народ Божий. То есть мы можем приходить к престолу Бога Отца и Сына Его, нашего Господа и Спасителя с просьбами, с желаниями, просто с нашими устремлениями внутренними, с тем, чтобы продлились дни благоденствия и благополучия в этой стране. Чтобы Бог действительно, пусть праведники возвышаются, а нечестивые умоляются. Вот такое наше желание. И если эта страна будет сильной, если закон будет здесь прочным, все вокруг будет тихо. Да. Все вокруг будет тихо стоять. Столетиями, Григорий Николаевич, столетиями. Америка была римлянам 13 глава и начинает первый, второй, третий стих. Я приложу толкование, а что там написано? Америка была тем, который держит меч тебе на добро. Это держащий меч тебе на добро. Для всего окружающего мира, для мусульманского мира, для индусов, китайцев, всех остальных. И Америку боялись, потому что это был страж, держащий меч миру на добро. И пусть бы это продлилось. Я искренне говорю, как бы мы не опускали эту Америку, как бы ее не критиковали, как бы мы не игнорировали тем фактом, что на протяжении ста лет, когда Бог воздвиг эту державу, эту империю американскую, это был страж, который держащий меч тебе на добро. И смотри, сейчас почувствовали, почувствовали сломенку, что здесь чуть-чуть. И что получилось? Очаги там, 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 везде. Ну, как я уже сказал, слава Богу, что мы живем здесь, где еще закон прочный, где еще все на своем месте. Хоть я, как я уже сказал, стараются это подкосить как-то, подлить туда что-то, чтобы она размыла это все. Но, надеемся на Господа, что Господь поможет нам. Ну, Юрий, у нас не так много времени. Не так много времени. Давай, вот, всякие наши разговоры мы сводим к одному. У нас есть Слово Божие, Священное Писание. Итак, лексикон. И лексикон, да. Вот смотри, что говорит Священное Писание. Ну, Тимофею первое послание. Четвертая глава, четвертая глава и двенадцатый стиль. «Никто да не пренебрегает юностью Твоей, но будь образцом для верных в Слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте». Мы обратим внимание. «Никто да не пренебрегает юностью Твоей, но будь образцом для верных в Слове». В школу ходил? Я ходил в школу. Русский язык и украинский изучал? Я тоже изучал. Ты знаешь, Юрий, я тебе скажу, что вот мы, несколько раз уже, живя в Америке, мы несколько раз с семьей нашей ездили в Украину и в Россию. Путешествовали, миссионерская работа у нас была, я уже раньше рассказывал немножко. Мы по поездам, по метро, по автобусам, по маршруткам, где только мы не были. Мы ездили, в самолетах летали. И я тебе скажу, я приезжаю назад, я говорю, Ирина, ты знаешь, что я слабо понимаю русский или украинский язык. Я иногда не понимаю, о чем эти люди говорят. У них 20-30% нормальных слов, остальное непонятно что. В основном мат. Да. Я в ужасе, извините, я в ужасе тем, что я вспоминаю мою молодость, и, ну, плохая речь была, но не насколько плохой. И приезжая сюда, я рассуждаю, вот в чем дело, почему это так, ну, почему загрязнен вот этот лексикон, этот разговор, который нам не преподавали ни в школе, ни в университете, ни в институте, нигде. Русский язык у меня нормальный, в школе был, я изучал 4-5, украинский 4-5. Откуда взялось вот это все? Знаешь, я как-то слушал речь президента России. Тема была такая острая, знаешь, острая. И он говорит, я не могу с вами говорить, как бы хотелось. Потому что микрофоны стоят, плюс к тому еще девушки сидят здесь в зале. И я подумал, а что если не стоят микрофоны? И свет выключен везде, и иллюминации нету. Да, что, какой разговор там? Да. Начиная с головы. Точно. Начиная сверху. Начиная оттуда. А что говорить за... Это главные места, это столицы, это большие города. Что говорит за глубинку, что говорит за деревни и... Периферии. И периферии. Что там делается? Какой разговор там? Я иногда слушаю интервью, которые люди берут в разговоре с той стороной. И разговор идет, а потом какие-то звуки... Ти-ти-ти-ти-ти-ти. И опять, и опять, и опять. И я не могу понять, какая... А почему? Почему вот это пропускает? Самбайт называется. Да, а пропускает, потому что там сплошная... Нецензурщина. Нецензурщина. Сплошная. Сплошная. Там ничего нет нормального. Там просто слушаешь... Юрий, меня удивляет разговор... Разговор на улице, это одно. Меня удивляет разговор в семье. Между мужем и женой. Я же слушал, когда был в Украине, в России. Я слушал, как дети говорят с родителем. Это ужас просто. И я смотрел на это все. Куда это и к чему это все? И знаешь, из этого безбожного, разращенного мира люди идут в церковь. Обращаются к Богу, каются. Принимают Иисуса Христа как своего личного спасителя. Их речь немного изменяется. Я говорю, немного изменяется. Но иногда в разговоре с ними у них слушаешь аж прет, знаешь. Оттуда-то. Желание сорваться. Но если бы нормальные были учители, нормальные были проповедники, которые бы наставляли, говорили об этом, то можно все это исправить. Но эти же проповедники, они же пришли оттуда же. И знаешь, что удивляет, что так очень быстро они стали проповедниками, очень быстро стали служителями. Лидерами. Лидерами. Идущими. Пасторами, епископами. А некоторые уже до апостолов добрались, ты знаешь. И вот удивляешься этому всему. А учить, научить людей не могут. И вот это меня настораживает. Проходят годы. Молодое поколение поднимается. Они слушают вот это все. И они воспринимают это как норму. Как норму. Как норму воспринимают. И их лексикон еще более будет загрязнен. Потому что они же вращаются и в миру тоже. И вот этот мир, и вот это все, оно накапливается в молодом поколении. И уже знаешь, слушаешь эти проповеди, слушаешь вот этот такой вульгарный какой-то разговор. И все к тому, чтобы люди смеялись, чтобы люди как-то хлопали, чтобы люди радовались. И думаешь, ну к чему это все придет? А оно пришло к тому. Оно пришло к тому, Юрий, что церковь насколько ослабела, что у них нет стержня. Я говорю это особенно в харизматических церквях. Потому что в традиционных как-то, в пятидесятнических, в партийских, как-то более-менее еще держатся. Но там тормозов нет, там все. Там свистопляс на сцене, крик, и вот эти шутки, вот эти прибоютки, вот это все. И нас это настораживает. И оно дает свой результат. Какой результат? Когда нужно было стать на защиту истины, вот этим лидерам, которые возглавляют большие, как они говорят, тысячные церкви, нужно было высказать. Почему мирские люди, Юрий, нашлись храбрецы, мирские люди, высказали категорически против войны, получили 10, 15, 20 лет тюрьмы. А наш брат, просвещенный Словом Божиим и Духом Святым, как они говорят, спрятались, закрылись. Так мало того, еще к тому всему еще благословляют, одобряют. И поддерживают это все. Ну что же это такое? А я тебе отвечу, Григорий Николаевич, почему? Потому что когда слово потеряно, когда благодать ушла, когда Духу Святому настолько тесно, что он оставляет такую среду, такое общество, тогда все, что остается, к сожалению, глубокому великому прискорби. Как говорил твой брат Владимир Николаевич, я временами вспоминаю, к глубокому великому прискорби. А знаешь, что остается в церкви с алтарей? Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Это по сегодняшний день к стыду сказано, когда гибнут тысячи, десятки тысяч с амвоном с алтарей, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Как ты говоришь, те, которые имеют в себе, как ты говоришь, стержень, имеют смелость, имеют дерзновение осудить порочную вот эту практику, которую начал этот сидящий в Кремле. Так, слушай, это мирские люди, они же истинно, они не могут белого... Юрий, где же истина? Слушай, где же истина, скажи, пожалуйста. И те из нас, которые претендуют на абсолютную истину, хи-хи-хи и ха-ха-ха. Вот почему скорбит твое сердце, Григорий Николаевич, по этой причине. И мы можем говорить об этом очень много и очень долго. Почему апостол Павел говорит к Тимофею о том, чтобы быть образцом для верных в Слове, совершенно верным? Смотри, что сказано Колоссянам. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть, дабы вы знали, что говорить. Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью. Знаешь, я вспоминаю рассказ моего отца, и тоже твой отец то же самое может сказать. Когда они, когда их судили за, как верующих людей, за Христа, и когда они попали в такие сложные обстоятельства, в тюрьме, в лагере или в крытых местах. Я не был, я не знаю, что там. Они говорят, когда мы приходили туда, сплошная ругань. Там не было нормального слова. Но когда мы приходили туда, и начали люди спрашивать, кто ты и что ты. Мы верующие, мы священники. Они сдерживали себя в их присутствии. В их присутствии. И он говорит, когда мы только заходили в комнату, в эту каюту, все умолкали. Перед этим там шум, гамма. Вот что значит с благодатью приправлено солью. Там, где все гниет, там, где все разлагается, туда попадает соль, она делает просто чудеса. Куда попадают люди верующие, богобоязненные, своей речью, они начинают влиять на людей. Они начинают влиять на тех, которые отъявлены безбожники, хулители и так далее, и так далее. Вот мы сегодня говорим о чем. Мы говорим, чтобы наши братья, проповедующие Слово Божие, чтобы они начинали думать, что они несут, какое послание они несут для людей, и как они излагают. Слово ваше «да будет», «да будет», оно должно быть вот таким вот, с благодатью и приправлено солью. Григорий Николаевич, к слову будет и к теме. Три дня назад я получил звонок. И этот человек, который позвонил мне, он изложил боль своего сердца. Долго мы с ним беседовали, он говорил мне, что происходит в той среде, где он сейчас находится. Когда-то на заре эмигрантского нашей жизни мы вместе были в одном служении. И он говорит, Юрий говорит, я в той среде, где лидер церкви подходит к сестричке, его племяннице, а она ведет какое-то служение в церкви, среди женщин. И он подходит и говорит, если ты будешь себя не так вести, я тебе дам по голове. Я говорю, многие знают этого человека, живущего в Сиатле, я не буду говорить. Я говорю, ты или шутишь, нет, это на полном серьезе, она в слезах, она в слезах. Тут здравые люди, говорят, подошли, да ты же лидер церкви, ты же несешь служение перед народом. Как ты даже, я тебе, говорит, дам по голове. Я, 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 я. И я к чему? Невозрожденная речь. Невозрожденная. Когда человек приходит к Богу, я так понимаю, мы с тобой так понимаем, Дух Святой, он освящает. И очищает. И очищает. Освящает, то есть отделяет для служения Богу живому и истинному. Почему апостол Павел говорит, кто крал, впредь не кради. Кто не цензурил, впредь не цензурь. Почему? То есть Дух Святой, он облагораживает речь человека. Облагораживает. Он делает ее правильной. Вот он правильно делает. Вот. Я, выслали мне кто-то из моих друзей, выслал речь сына и матери. Это видео, в котором сын попал в плен в Украине. И вот позволили ему то, что украинцы делают, в отличие от россиян. Украинцы, украинские эти власти, они разрешают военнопленным российским звонить матерям, там, отцам. Вот, возможно, ты знаешь это. И выслали, и выслали речь матери с сыном. Там было сплошное вот это, бип. Бип, вот это сплошное. Сплошное. Это, 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 это что за отношения такие? Я, я сидел, и я выключил, и я не мог дальше вот этого бип. Где стыд. Где стыд. Где вообще совесть. Матери с сыном. Как это так? Как это так? И потому мы говорим, Юрий, мир есть мир, знаешь, но мы, как верующие люди, должны говорить и убеждать христиан, верующих людей, особенно служителей, чтобы они следили за языком своим. Знаешь, Юрий, хочется быть крутым перед народом. Современным. Современным. Молодежь особенно. Особенно молодым таким. Кул. Кул, да, как говорят. И начинается это выплескивать через язык, через уста твои разные. Я бы сказал, не цензурщина. Если бы я, Юрий, начал сегодня цитировать цитаты, у меня их очень много, цитат, которыми пользуются проповедники современные. Я думаю, неприятно было бы тебе и мне. Неужели это есть в христианской среде, в среде служителей, среди проповедников? Неужели это современное христианство? Неужели это современное христианство? Да, вот это современное христианство. Оно показало, кто оно есть. И не только в слове, но и в деле, как я уже сказал. Продолжай, Юрий Валимович. У тебя хорошо идет. Я думаю, это будет увещевание для многих и многих. Я думаю, Юрий, так рассуждаю я. Но мы же помним какую-то, я еще помню, интеллигентных людей. Вообще, в миру вот, учителя у нас были. О, да. Другие люди, культурные, интеллигентные, грамотные. Ну, как-то у них нормальная речь была. А еще, если посмотреть раньше, 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 еще в царской России. Аристократия там была. Юрий, там люди шли, здоровались. Шляпу снимали. Спросили, как дела. Останавливались. Ну, это была какая-то культура. Но вот в чем беда. Вот в чем беда. Пришли, как мы уже много раз говорили, эти безбожники. Пришли вот эти большевики. Исковеркали все. Они что? Они вот эту всю интеллигенцию, всю культуру, все такое, ну, значимое, они упразднили и начали насаждать. И начали насаждать. И насаждали, насаждали до того, что в конечном итоге стыдно нам сегодня, в наше время. Насадили слава партии, слава Ленину, а превратило все в бесславие и в позор. Знаешь, кто был господин, а кто стал товарищем. И все. И понеслось, и понеслось. И до нашего времени пришло вообще ужасно. Я иногда, знаешь, встречаюсь с людьми, с нашими людьми, с русскими и украинцами. И мне не хочется с ними. Где-то на Гавайях, или в Канкуне, или на Карибах, где-то в Флориде. Просто я не могу. Мне стыдно, что это наши люди, что это земляки. Потому что там сплошная руна, там сплошные маты, там сплошное и сплошное безобразие. И мы говорим, чтобы нам не уподобляться. Не уподобляться этому всему. Конечно, мы насколько изощренны, что можем в наших проповедях дать понять, но прямым текстом не сказать. Знаешь? Ну, а люди же не глупые. Люди же понимают, что это значит, и куда вот это все идет. Я просто молю Бога, чтобы Господь дал мудрости людям. Еще, Григорий Николаевич, смотри, в присутствии женского пола, я же помню, за мою, за твою молодость, где-то там кто-то позволит, там где-то вот что-то с уст его слететь. А все сказали, ты что, тут же женщины с нами, ты что, или там дети с нами. Сейчас все разрушено. Все разрушено. Женский пол рядом, мужской пол, из уз женского пола, как мы говорим, прекрасного, наймощнейшего, или там немощнейший, или там немощнейший. Слушай, то же самое. То же самое. И как мы говорим с тобой о том, что христианский наш язык должен шлифоваться. Мы можем шлифовать. Конечно. У детей, у молодежи можем шлифовать. Они идут в учебное заведение, они в этих соцсетях всевозможные, а там тьма, там просто тьма. Блаженны те, которые там не с головой. Блаженны. Они могут выйти, к примеру, в соцсетях, для того, чтобы поддержали в молитве. Или желание молиться за кого-то там. Или быть любознательным, это очень хорошо. Это здорово. Быть любознательным, понимать о происходящем в разных сферах. Или в политике, или в технологиях современных, или где-то там в социальных всяких. То есть это нормально. Таким образом мы развиваемся. Но блаженна та мать и блажен тот отец, который в семье научил, преподал урок лексикона, правильного языка, правильной речи, которая речь и слово, оно может, Писание говорит, оно может, украинское слово, избудовать, строить человека и может разрушить человека. Оно может исцелить человека или загнать в могилу. Поэтому смотрите, дорогие, дорогие, если в ваших устах много грязи, я сейчас не к христианам надеюсь, обращаюсь, но если в ваших устах много грязи, то это вот то, что в ваших устах, оно заведет вас очень далеко. Если, если, то, говорят уста, и вы недалеки от мест преисподних, если ваши уста это грязь и это мусорное ведро или половая тряпка. То есть, сохрани вас Бог от этого. Почему? Ну, Господь не благоволит к этому. Конечно. Господь даже ненавидит это. Мы не видим в Писании нигде матерщины, нигде. Да Христос же сказал, если кто дураком своего обзывает, подлежит гене огня. Это сказать, ну, обозвать дураком. Ну, глупо обозвать. Нам даже как-то неприятно в эфире говорить к дуракам. Совершенно верно. Ну, так написано. Ну, так написано. Да, ну... Так, Писание, Писание, да, это образец, если вы хотите, это образец божественного алфавита. Это образец. Смотрите, как Бог говорит. Смотрите, какая речь. Смотрите, какие словообороты у Давида в псалмах. Смотрите, какая возвышенная речь. Красивая речь. Приятная речь. То есть и в наших словосочетаниях вы можете обойтись без нецензурщины. Вы можете обойтись. Кто-то говорит, если оно подходит уже, помню, кто-то проповедник говорит, где-то он там беседовал с новообращенными. Это же говорит, может, смотри, говорит, если оно не подходит, набери стакан воды и держи. Это же для одних это процесс, для других молниеносно, если Дух Святой по-настоящему входит в жизнь человека, в уста человека и в сердце человека, оно происходит метаморфоза, происходит молниеносно. Тебе не надо напрягаться, брать себе в руки, сказать, не сказать, сказать, не сказать. То есть Дух Святой, он же сходит, это же Бог в тебе живет. Тебе не надо напрягаться. Кто-то говорит, с чем я категорически не согласен, что, к примеру, может быть постепенный такой процесс роста духовного. Я говорю, а что ты имеешь в виду? А он говорит, ну, к примеру, если человек там какие-то неблаговидные вещи практиковал, он меньше, вот с годами он ходит в церковь, уже меньше, меньше, меньше. То есть если пил бутылками, то уже меньше, 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 меньше. И через 10 лет будет стакан. Если, к примеру, курил пачку в день, начинай курить полпачки в день. И когда-нибудь через 10 лет придешь к нулю. Друзья, апостол Павел говорит, кто крал, в предник роди. То есть если воровал, то уже не воруй. Это уже, то есть это так по-настоящему, по-настоящему, подлинно, когда Дух Святой поселяется в человека или в семье. Продолжай. Христос сказал, за каждое праздное слово люди дадут отчет или ответят в день суда. Значит, Бог будет судить. Бог будет судить не только за дела. Бог будет судить и за слова. Потому что слова, они могут оживлять человека, они могут убивать человека. Слова, насколько сильны, что они могут привести человека к депрессии. Но с другой же стороны, хорошие, добрые слова, они могут поднимать человека. Они могут, ну я бы сказал, даже воскрешать человека. Вдохновлять. Вдохновлять, поднимать с этой грязи добрые, хорошие слова. И почему мы говорим об этом сегодня. Знаешь, я вспоминаю ситуацию апостолов, особенно Петра. Ты помнишь это событие, когда Иисуса Христа уже взяли, арестовали? И он там в доме Каяфы, в других местах, в Пилата. А Петр сидит там где-то вечерком у костра. Там разные люди. И я так думаю, что эти люди не меньше были безбожные, чем сегодня. И подходит одна женщина к нему и говорит, что слушай, ты один из них. Он говорил, что нет, там его раньше говорили. Он говорит, нет, нет, я не знаю этого человека. А она говорит, слушай, так речь твоя выдаёт. Да, да. О чём это говорит? Хоть этот Пётр был, так сказать, ну отрёкся от Христа, но что-то осталось у него. У него речь нормальная осталась, Юрий. Нормальная речь. Почему его узнали? Потому что там не было лицензурщины, там не было матов, там не было злых, злых таких негодных слов. И потому его узнали. Знаешь, я вспоминаю, как-то мы с Ириной, с женой моей, ехали в Кастамокшу. А это в России. Потому что она там работала. И оттуда я её забрал в Америку замуж. И мы ехали в поезде, и Илона, дочь наша, она маленькая ещё была, кое-что так говорила с нами. Женщина сидит, слушает, слушает нас. Мы говорим по-русски. Да. По-русски. Но знаешь, уже мы прожили каких-то пять больше лет. Уже ж нахватались. Ну конечно. Мы не замечаем этого всего. Она говорит, слушала, слушала, так. Ну так, говорит, слушайте, вы не с Америки, случайно? Точно? Угу. И один раз мы как-то тоже ехали на миссию и пересаживались на автостанции с одного автобуса на другой. И так шофера сидят, и мы ожидаем, тоже сидим на лавочке. И один шофер говорит другому, слушай, как ты думаешь, эти люди английский язык знают? Это на кого? На вас. На вас. На нас. Ага, да, да. Между прочим, так. Ага. Ну так, чтобы мы слышали. Ага. Я говорю, знаешь, Ирина, нас узнают везде. Угу. Ну да. Или там другие слова можем сказать, и это уже говорит. И если наши братья и наши сестры говорят чистой речью, христианской, чистой, нормальной, хорошей речью, их видят везде. Их узнают везде. И даже те, которые, как я уже говорил, ругатели, у которых нет ничего святого, они манкают. Потому что зашел святой человек, речь его чистая. Значит, вот избитка сердца, говорят уста, значит, сердце его тоже нормальное. Потому что речь человека, она выдает, кто он есть по натуре, кто он внутри. Поэтому мы много и много раз говорим, чтобы речь наших братьев, наших сестер, верующих, она не была похожа на речь мира сего. Чтобы она была чистой. Достаточно слов библейских, христианских, да нормальных светских слов, которыми мы пользуемся, которых мы изучали. Это нормальная, это нормальная речь. Но не такая, как сегодня русская речь. Она непонятно, какая она, русская или преисподне русская, можно сказать. Вот что-то такое. Что-то такое. Ты знаешь, неоднократно было. К примеру, в аэропорту или где, и там пересекаешься, или сидишь с кем-то. И неоднократно было, встречаясь с человека, внешность красивая, опрятная, все. До тех пор, пока человек твой, собеседник там, сосед, до тех пор, пока он уста не открыл. И ты думаешь, лучше бы он молчал. Так бы он красиво выглядел и остался бы вот в моем восприятии. Хорошая такая, вот, хорошую память. Лучше бы он не говорил, лучше бы он промолчал и изящно бы выглядел. И я уверен, что у тебя такого рода были ситуации. Бесчисленное множество. Бесчисленное множество. Бесчисленное множество. Да. И наша речь – это наше лицо. Это наш облик. Потому что речь, она формирует характер человека. Конечно. Она формирует характер человека. А характер – это уже, это все для человека. Говорят, плохой характер, хороший характер, там, вредный характер, говорит, у него. И когда дети, они формированы в правильной семейной среде, в правильном доме, где слышат, как отец говорит с мамой, как мама говорит, отношение к старшему поколению, к бабушке, к дедушке. И это же откладывается. Они формируются в наших семьях. А затем они идут в церковь, и круг их друзей, круг их друзей, если круг их друзей не такой, так сын или дочка, вот это вот, как мы говорим, несмышленый, он обязательно, он обязательно отдернет. Он отдернет. При мне было, вот, один из моих племянников, вот такого вот, мы как-то где-то были собраны, я вспоминаю, вот, это меньшего брата, сынишка. И там где-то они между собой детвора, мы тут взрослые, тут детвора чуть в стороне, и где-то там что-то кто-то сказал не то. О, он как это, как ты можешь так говорить, ты знаешь, что ты не имеешь права так говорить. И мы так, а ну-ка, а ну-ка, ну. И он подбегает, по-моему, к бабушке или к дедушке, и говорит, там такой-то назвал, он вот так сказал, это неправильно он сказал. То есть, ну тут какое-то слово там, ну не ругательное, но в восприятии этого ребенка он понял, что не туды, не туды зарулил. И он сразу, и так, я вспоминаю это, думаю, вот это правильное воспитание. Воспитание родительское. Правильно, конечно. Значит, в семье нормальная речь. Конечно. В семье правильная наука. И воспитывается поколение нормальное. Но если вот это все в загрязнении, вот это все в семье, и на работе, и о дете, это, как мы говорим, это губка, которая впитывает все. И если ты, если ты распоясан в разговоре, в таком неприличных словах, они же быстро, моментально будут это все воспринимать. Знаешь, я уже 35 лет живу в Америке. И как-то спустя примерно 5, 6, 7 лет, когда мы еще не ехали туда, мы прожили, ну, вращались как в церкви, христианское окружение, в школы ходили. Плюс, другая сторона, английский язык. И мы насколько отвыкли, Юрий, вот этих, от плохих этих слов, вот этих всяких грязных слов, вот этой матерщины разной. Мы насколько отвыкли и случайно встретили здесь человека, который приехал в гости, неверующий человек. И как послушали его, это просто, знаешь, оно угнетает, оно просто депрессирует меня. Я слушаю это все, оно уже было далеко-далеко-далеко, а тут оп, и опять. И опять же, та самая тема, опять же, та самая проблема. И что мы хотим сказать, Юрий, этим всем? Нам вот что нужно. Нужно перерождение. Перерождение, во-первых, наций. Перерождение народа. Перерождение проповедников, служителей. Знаешь, есть такое выражение, недорождение. Или, знаешь, куда сажают, садят этих преждевременных детей? Их садят в колпаки. Да. Пока они достигнут нормального уровня, там их греют, там их питание нормальное. Я бы хотел сегодня сказать, что многих служителей нужно под колпак посадить немножко. Не в звание, не в погоны, а научить их просто говорить, проповедовать, выражаться. В церкви, поза церковью. Как я уже сказал, мы не можем много сделать для этого мира. Может быть, кто-то послушает нас и как-то возьмет вам внимание. Но мы можем что-то сделать для верующих людей, для церковных, для тех, которые считают, что они служат Богу, что они, как написано, вы святые. И если они считают, что все, что касается святости в Священном Писании, ясно сказано. Это речь, это дела, это поступки, это отношения, это все, это пища и питье, выпивка, не выпивка. Это все сказано в Священном Писании. Если туда углубиться, вот это колпак, который приведет человека в совершенство. Почему Слово Божие говорит, что вас еще нужно питать молоком? Я имел телефонный звонок, и один из братьев, так скажем, говорит, Юра, у нас в церкви натяжка произошла на Братской. Я сильно не буду углубляться, я не буду, друзья, не думайте, что я сейчас туда полезу. Ну, это к слову и к тему. И говорит, один из служителей в обращении к старшему пастору, старшему пастору, это не харизматическая церковь, не математическая, не геометрическая церковь, это евангельская церковь, консервативная. К консервативная. Служителю не понравилось, что старший пастор как-то вот сказал по-своему. Он в присутствии всех говорит, а ты брехун на старшего пастора. И этот, который мне позвонил, говорит, боль своего сердца я высказываю. Как это? Я говорю, это бескультурия, это не по-христиански, не по-библейски, и это не по-духовному, это по-плоцки. Это прям бескультурия. Не обязательно иметь, Григорий Николаевич, блестящее, самое высшее образование. Чтобы нормально говорить. Чтобы нормально говорить. Достаточно иметь не высшее, а высшее образование. Вышнее образование, разумеющие знают, о чем я говорю. Вышнее образование, оно даст в твои уста и правильную речь, и правильный лексикон, и словообороты будут, правильная речь. связываешь правильные слова, будешь, никогда, никогда не позволишь себе на старшего пастора сказать, а ты брехун. Я говорю, он извинился? Нет, говорит. Может быть, потом подошел один на один, там, я допускаю. То есть, вот такие явления, это просто пагубные явления в нашей среде. Это ж не требует, это ж от меня не требует, там, изучать красивую речь Толстого или Достоевского красивого. Да никто от тебя не требует. Нормально говори. Это относительно и воцерковленной среды, и невоцерковленной среды тоже. Потому что нас же смотрят через кабельную сеть и спутнику телевидения ряд многих невоцерковленных людей. То, что я знаю, то, что нам говорят. И поэтому, друзья, какова мораль нашей сегодняшней беседы? В конце концов... Святый, да, свящий. В конце концов, будьте людьми. Да. Нормальными людьми. Нормальными людьми. То, что мы слышим происходящее, происходящее, мы снова возвращаемся к соседу восточному, который от Украины, мы снова возвращаемся. Зачем? Да, Америка та же самая. Практически та же самая. Григорий Николаевич, если... Я читал недавно. Вот индустрия Голливуда, кино, раньше настолько они стрикт, режиссеры там и все управляющие эти регулирующие органы, очень стрикт подходили, чтобы там никакое слово. сейчас говорят, это один из христианских этих служителей, известных в Америке, американцы, говорят, слушай, сплошь и рядом размытые границы и, говорит, то, что было табу, табу для ТВ, сплошь и рядом, говорит, с ус вот эти вот матерщина, это не церзурщина. Вот оно, мы говорим за Россию, там за Украину, да, оно здесь, оно здесь, хватает и здесь. Недавно я слушал передачу одной женщины, которая, да не передачу в нашей церкви свидетельства, одна женщина, она ездила просто помогать женщинам, которые бежали с Украинами, буквально, недавно у нас было такое служение, миссионеры просто рассказывали о своих поездках, какие дела, как они там трудились, как и что. и она говорит, вы не думайте, что это только в России, в Украине или в Америке, что делается в Европе, что делается в Испании, просто мы хотели сделать на пляже, на пляже, говорит, фотографии, к нам пасторы подошли, говорят, не делайте этого, просто это невозможно сделать нормальных фотографий. Это речь, это одежда, внешность, это все, насколько оно опускается, опускается, и потому Бог нам дал возможность, Юрий, через телевидение, через импакт, говорить об этом. Я благодарю Бога, что дает Господь нам на разум. Почему? Потому что мы молимся и мы видим, в чем проблема. Это одна из проблем, это не все заключается в этом, это одна из проблем, которые и я молю Бога, чтобы Бог дал людям понимание, и чтобы они, служители, проповедники, начали учить людей, знаешь, сейчас такие пятикратное служение какое-то там выдумать, пророческие там, что-то, я слушаю, Юрий, я с детства верующий, но для меня вот это все такое новое, чуждое. Зачем? Научите простым азам людей нормально жить, не разводиться, не употреблять алкоголя, нормально говорить. Вот это Господь вас для этого призывает. Не для какого-то пятиступенчатого, десятиступенчатого и начинается эта философия, вот это религиозные обвертки и закрутились, замутились до того, Юрий, что уже не знают, что дальше говорить. А это потому, потому что отвратили слух от истины, а приложились к басне. А басни приводят к опустошению. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok